Всех представителей знака Зодиака Телец, я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер и в данном видео я хочу вам предложить Тороскоп на ноябрь 2018 года. По традиции я выложу всего 6 карт, которые покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный месяц. Работать я сегодня буду со Стимпанк Тару. Хочу напомнить, что расклад общий, выполняется для широкой аудитории. Он не может отыграться 100% для каждого из вас, потому что знак Зодиака у вас один, а студенты у всех абсолютно разные. Поэтому для кого-то проиграться на 100%, для кого-то частично, для кого-то вообще не отыграется. Поэтому смотрите, пожалуйста, согласно не только знаку Зодиака свои расклады, но и согласно знаку Асцидента на данной карте. Итак, поехали. Настраивайтесь, пожалуйста, на работу. Проговаривайте свое имя, дату рождения. Ну, постарайтесь, чтобы никакие внешние факторы у вас не отвлекали от расклада. Итак, атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Финансов. Здоровья. Личной жизни. И совет от карт. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца у вас на загаданный период. Ммм, период и пашкопков. Сама по себе ситуация самообмана, иллюзий, наивности, чрезмерной открытости, когда вот вся душа нараспашку, и другие этим пользуются. Это сама по себе ситуация вашей, знаете, как, ну, чрезмерной открытости людям. Вместе с тем это какие-то наивные иллюзии, либо когда вы верите в ситуацию обещаний. Потому что, как говорит эта карта, вам нужно быть внимательным и осторожным. Не забывайте о том, что внешние слова, люди, которым клятвенно в чем-то обещают, да, либо дают какие-то за руки, она обманчива. Потому что вы можете стать жертвой спланированного обмана, либо жертвой своих собственных иллюзий. Что вас ожидает в плане работы? В плане работы перевернута тройка кубков. Смотрите, если здесь вы без работы, на текущий момент здесь нет возможности трудоустроиться. Если вы наемный работник, либо у вас в собственный бизнес какие-то внутренние разногласия с людьми. То есть напряженная атмосфера, напряженная обстановка. Непонимание. Либо выяснение взаимоотношений. Давайте посмотрим, что здесь конкретно. Либо несогласованность в продвижении каких-либо проектов. Ну вот, перевернутая королева жезлов здесь могут вас обвинять в непрофессионализме. Либо отсутствии такта, либо, скажем так, отсутствии выдержки. Ну то есть какие-то факторы больше связаны именно с личными вашими рабочими качествами. Независимость этого мужчина вы или женщина. Давайте смотреть, что же здесь в позиции финансов. Перевернутая умеренность. Ну это больше карта идет как финансовых потерь. Давайте тоже посмотрим, с чем это конкретно связано. Либо здесь просто будет идти отсутствие той прибыли, которую вы ожидали. Так, ну тройка жезлов. Перспективы здесь есть. Но поскольку умеренность перевернута, это говорит о том, что либо идет недополучение прибыли, либо она к вам придет, но в более поздние сроки. То есть не так быстро, как вы на это рассчитываете. Что же касается состояния здоровья. Ну вот здесь у нас падает старший аркан мир. Это замечательное самочувствие. Это карта в целом, как вы знаете, эйфории благоденствия. И указание на то, что возможно пришло время действительно заняться своим здоровьем, привести его в порядок. Карта мир часто указывает на ситуацию отдыха. Возможно вот от этих вот, да. Возможно, кстати, кто-то из вас идет в отпуск. Из-за каких-то перипетий. Как следствие, вот ваше недополучение прибыли. Потому что у кого-то кто-то просто уедет, да, на отдых и поправляет в целом свое состояние. Но мир, именно в прямом положении, он указывает на хорошее здоровье и выздоровление. Это, знаете, в целом ситуация восстановления. Поэтому здесь все благоприятно. Плюс, почему говорю, уедете в отпуск, потому что по карте мира это еще иногда проходит самонторно-курортное лечение. Что вас ожидать в плане личной жизни? Так, а вот здесь четверка пентаклей. Желание удержать свою, свою стабильность, либо вот ситуация собственничества. Когда вы не намерены отпускать кого-либо из своей жизни. Неважно, это там супруг, любовник, или если смотрит мужчина, да, жена или любовница. И знаете, вот такая вот какая-то безрассудная позиция. Надо, не надо, но все равно мое. Как по-любски, мое и все. И если вы одиноки на текущий момент, это ситуация самодостаточного одиночества. Возможно, вам так комфортно, а вы пока не готовы пускать кого-то в свою жизнь. Давайте тоже вытяну вам на личную жизнь дополнительный аркан, чего конкретно здесь у вас будут касаться. Что вы будете так пытаться удерживать. А удерживать вы здесь будете пытаться отжившие связи, потому что вот перевернутый суд, отношения, которые не подлежат в целом восстановлению. Поэтому смотрите, нужно вам это или нет, решать уже безусловно вам. Но тем не менее, знаете, по типу развитую чашку уже не склеишь. Так, из позиции совета, о чем же вам говорят карты? Девятка Пентакли. Видите, самодостаточное одиночество. Райский сад, ситуация отдыха. Карта говорит о том, что уж лучше быть само, чем с кем попало. Либо одному, да. Повторюсь, неважно, кто смотрит, мужчина или женщина. И в целом данная карта очень часто указывает на то, что вы слишком переживаете именно за финансовые аспекты, которые у вас касаются работы, ситуаций, заработка. Слишком на себя много взвалили. Плюс данный аркан очень часто указывает, что вы в целом привязаны к материальному. Например, в плане отношений. То есть, если партнер либо партнерша плохо стоит финансово на ногах, для вас это может стать ключевым аспектом, что вы не хотите эти отношения продолжать. Или же, наоборот, партнер очень состоятельный, и вы за него держитесь. Но не потому, что любите, а потому, что прочная финансовая база. Но сам по себе аркан говорит о том, что переосмыслите прожитое, найдите в себе положительные стороны. То есть, оставайтесь самим, либо самой собой. Отказывайтесь от лишних идеалов, ненужных связей, сомнительных экспериментов. Фортуна на вашей стороне. Поэтому живите с удовольствием, с доверием к судьбе. У вас все получится. Является ли месяц для вас значимым? Ну, я бы сказала, частично, потому что ключевой вопрос – финансы, здоровье, личная жизнь. Но, тем не менее, он не является переломным. Каких-то судьбоносных перемен вам не несет. Моей искренней души вам желаю, пусть у вас исполнится только все самое лучшее, пусть негативные моменты у вас не проиграются, а будет только один позитив. Для тех, кого интересуют мои контакты для индивидуальных консультаций, либо заявки на обучение, все эти данные вы сможете найти по ссылкам под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лекцер. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok